И все, привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, посвященный рейтингам, и он посвящен всего лишь одному игроку, о котором я бы хотел бы сегодня вообще бы поговорить. Это аккаунт Cashout. Это игрок, который в последнее время поразил, наверное, всех, и меня в том числе, тем, насколько жестко вообще данный игрок вкладывает свои деньги в игру. Сегодня поговорим о нем, сегодня вообще пройдусь по всем моментам, которые меня поразили, меня удивили, и вообще, предположим, может быть, и пообсуждаем, да, насколько жестко данный игрок вкладывает свои денежные средства в игру. Я думаю, что это, наверное, самый жесткий вообще, в принципе, донатер в игре. Именно на таких игроках, как данный, может держаться сейчас данная замечательная игра. Его ник уже говорит о многом, то есть Cashout, деньги, как бы, вкладываются, все понятно, здесь вообще, как бы, об этом не идет речи. И обо всем по порядку начнем. По УП здесь все примерно, ну, предельно просто, то есть двоечка УП, ничего удивительного, коэффициентик троечка тоже кажется. Ну, фигня, ничего там сверх жесткого интересного нету. Ну, а дальше уже смотрим на самые интересные моменты. У данного игрока поймано... 102 тысячи золотых ящиков. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. 102 тысячи золотых ящиков. Это, то есть, исключительно на голдах данный игрок на свой аккаунт поимел 102 миллиона, миллиона кристаллов. То есть, вы представьте, сколько у него на Аки сейчас Кри должно быть. А может и не должно быть. Может быть, эти все кристаллы слиты на вот этот вот замечательный припас, которого прожито 11 миллионов. 11 миллионов мин. Для меня эта цифра настолько безумная, да? То есть, если я вот, например, сейчас просто возьму для сравнения, зайду на свой акк и посмотрю, сколько здесь у меня мин прожито. 95 тысяч. 95 тысяч. За сколько время? Я проживал 95 тысяч. У игрока 11 миллионов. Вы представьте, сколько надо сидеть в паркуре? В паркуре, потому что это 100% было не прожито где-то в простых обычных катках. И на это надо было бы потратить очень большое количество времени. 11 миллионов мин. Это, во-первых, их надо купить. Во-вторых, их надо поставить. Поставить их очень сложно. Ну, вернее, не то, что сложно. Их долго ставить. 11 лямов. Я даже боюсь предположить, сколько времени надо потратить на то, чтобы поставить такое большое количество мин. 11 лямов в паркуре. Но это жестко. И просто сколько денег надо потратить. Дальше. У данного игрока имеется краска Танкойновый Танк. И эта краска получена не так, как у мега крутейших суперских утуберов, которые получили ее на свои спецаки. Этот игрок сам покупал контейнеры. Это, получается, какие? Танкойн. Танкойн контейнер. Покупал. Ой, Танкойн контейнер. Говорю. Танкойн бокса. Покупал. Выбил 100к. И получил данную краску. Вы представьте, сколько надо еще купить этих Танкойн. Боксов. Чтобы выбить эту краску. Сколько надо открыть еще дополнительных контейнеров. Я не буду сейчас открывать тут каждую краску. То есть смотреть на краски. Я уверен, что тут сейчас еще всяких интересных, замечательных красок. Будет безумное количество, которых я вообще даже, возможно, даже и не видел. И они будут там все эти донатерские, шманатерские. Все это будет инфа сотки. И то, что чел там скинул, хоть и написано 7000 голдов. Но если у него их уже поймано 102 тысячи. Я более чем уверен, что он, скорее всего, просто их покупал на своих мультов. И потом их скидывал. Да? Вы просто вдумайтесь, да, насколько это безумное число. 102к. 102 тысячи. Если мне раньше скидывали данный аккаунт, когда тут были мины, да, периодически. Как бы и те ребята, которые у меня в клайне состоят, мне кидали это так. И на стримах мне закидывали. Я заходил, я как бы, ну, какие-то моменты видел. И не так сильно придавал им значение. То сейчас, зайдя на этот акк, я полноценно могу сказать, что это именно тот игрок, на котором игра может держаться. И я не знаю, что его мотивирует вкладывать такие бешенейшие, просто бешенейшие суммы рублей в эту игру. Ну, вообще денег, да, в игру. Но пока такие игроки есть, я думаю, что разработчикам пора задуматься хотя бы немножечко о том, что надо как-то игру делать лучше. Надо улучшать ее. И нужно держаться за таких игроков, которые заходят, вкладывают бешеные деньги в эту игру и дают вам право на жизнь, вам дают право на то, чтобы вы делали что-то интересное, новое, а не тупо какую-то дичь. И за счет этого такие игроки будут оставаться в игре, их можно будет как-то дополнительно заинтересовать, и они будут продолжать вкладывать в игру. Но на данный период времени, для меня, это самый жесткий донатер и самый жесткий аккаунт, который я когда-либо видел в игре. Такого безумного количества прожитых мин, пойманных голдов, я, честно говоря, я не видел. Я не видел такого, если вы видели что-то подобное, вы можете вообще что-то написать в комментариях, вообще рассказать, что вы думаете по поводу данного акка, видели вы ли его. Я думаю, что многие его видели. Это я просто особо в последнее время не следил за рейтингами, не следил вообще за таким акком. Но это что-то вообще сверх-сверх-сверх жесткое. Да и нарки тут прожито, да, как бы, у него прожито 12 лямов расходки. Ну ладно, здесь мин типа прожито на 11 лямов, но у него все остальные расходки еще на лям прожито. У меня ее в сумме прожито 700 тысяч, при том, что у меня 108 легенда, а у челика 18-я. На 90 легенд меньше у чела, но нарки прожито просто нереально жестко, это значит, что он в паркуре еще сидел. И нарки сколько на прожигал. Сколько надо было еще на нарку это потратить. Предположите вообще, друзья, сколько он потратил денег в игру. Но я думаю, что это безумные цифры, это больше миллиона. И это просто что-то с чем. Я до сих пор поражен от того, что я увидел. Я честно особо не следил за этим игроком, да, когда здесь появлялись мины. Возможно, даже он и попадал в какую-то часть рейтингов по видосам, да. И я его где-то, возможно, зацеплял, только у него был какой-то другой никнейм. Но сейчас этот аккаунт, это просто что-то безумное. Это просто какая-то дичь несусветная, на которую я вообще, ну, как бы я... У меня мысли какие-то, что это, ну, что-то Unreal. Просто Unreal. Просто Unreal. Просто Unreal. Это просто дичь. Но это очень жестко. Поэтому, друзья, если вы хотите видеть больше новых видосов по рейтингу, если вы хотите видеть видосы по, может быть, каким-то топам, связанным с рейтингами, потому что у нас давно уже ничего не было связано вообще с рейтингами, то обязательно поддержите данный видео лайком, напишите в комментариях, что вы думаете по этому акку. И я надеюсь на то, что все-таки разработчики, разработчики данной замечательной игры, начнут задумываться о том, что надо, ну, как-то, как-то мотивировать, как-то дополнительно заинтересовывать вот таких вот игроков, которые на данный период времени вкладывают в игру настолько бешеные деньги и делают такие прям хорошие взносы на то, чтобы игра жила дальше, даже с таким не совсем жестким и большим онлайн. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok